друзья всем привет в этом видео небольшая подсказочка снова по мебельной теме как прикручивать накладные петли для шкафов вот это именно накладные называются а есть пол накладные если пол накладные они повыше вот этот вот лапка вот это она идет такая как бы горбатая такая а это плоская так вот ложатся эти петли так вот они выглядят но обычно в дверные фасады вставляется уже в разметку вот в такую вот подготовленную на фабрике фасады обычно делают из ндф вот хочу показать снова я как-то однажды показывал много благодарности было так их правильно установить чтобы они были вровень чтобы они были вровень просто вкладываете эту петлю вот так вот этой частью вот в нишу в круг где уже есть разместка под саморезы и другой версии этот вот просто подпирается в один уровень вот так вот здесь я уже прикрутил и теперь вот это вот вот этой версии можно дощечку какую-нибудь вот так вот у вас будет ровненько то есть не в перекос несмотря на то что здесь разметка смореза отверстия как бы полу отверстия вот так вот его может увести без подпорки если убрать совсем то вообще может вот так вот вкус пути и при закручивании уведет обязательно ну то есть вы саморез он резьбой сдвигает вот эти вот петельки этот маленький секретик сейчас покажу как это выглядит на практике вот ведь я подпёр она выровнялась сразу повторюсь еще раз это накладные петли а есть полу накладные сейчас под рукой нет полу накладных нужно помнить вот это они такие плоские давайте посмотрим сейчас покажу как это все выглядит при закручивании ну естественно нам нужен шуруповерт у кого нет отвертка шуруповерт желательно выставлять на пятерку если у вас мощно большой вы же выбирали себе мощный шуруповерт но у мебельщиков они не не сильно мощные таких средних вернее мощный но разумно мы ставим на десятку иногда на восьмерку девятку зависит от параметров самореза а если у вас мощный поставьте редуктор на пятерочку а может быть и меньше если у вас строительный здоровенный повторюсь вы чтобы выбирать здоровенный шуруповерт чем чем мощнее и нырнее тем как бы вам казалось лучше но дело не в этом сейчас дело сейчас в том что грамотно саморезики вкрутить дело вроде бы не хитро но есть свои нюансики вставляете так вот вот подперто все и вот закручиваем 1 и 2 кстати про саморезы вот это вот смотрите вот тут разметка если разглядеть и вот это как бы крестик с лучиками дополнительными это под насадку подбита pzpz так называемый не ph и если вы плаши будете крутить конечно тоже можно ну вы раздолбите шлицы есть такая вероятность что разбомбите все шлицы на саморезе поэтому лучше брать соответствующую насадку и ставить соответствующее усилие на шуруповерте вот такая небольшая напоминалочка вот так это все выглядит в итоге так друзья про съемку хочу пару слов замолвить вот сейчас чтобы вам показать вот это видео надо было выставить камеру подключить микрофон чтобы вам слышно было соответствующий свет ловить надо тоже чтобы вам показать вот такой нюанс я снимаю один поэтому просьба особо не критиковать по поводу там видео съемки если вы хотите смотреть какой-то там супер формат телевизионный от профессиональных медийщиков то тогда идите смотрите телевизор и по поводу длины видео нам невыгодно короткие ролики снимать потому что youtube короткие видео не любит если вы хотите короткие видео то идите смотрите тогда тик ток детский тик ток там вам наверное подскажут или видео в youtube short это я сейчас объясняю для тех кто кричит что меньше воды там вода какая-то все водяные какие-то а для понимающих всем большая благодарность подписывайтесь пишите комментарии всем спасибо всем пока